Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров в новой рубрике с экспериментальным названием «Современная классика». Поводу содержания рубрики я расскажу буквально через пару минут, а пока скажу, что вот последний месяц или около того вынужден был сделать перерыв в своей, скажем так, видеоблогерской, комментаторской деятельности. Но положительная сторона этого перерыва заключалась в том, чтобы было время придумать какие-то новые идеи. Ну а суть рубрики, первое видео, которое вы сейчас смотрите, заключается в том, что я буду разбирать партии сильных шахматистов. Но отличие от, например, той же рубрики «Жемчужин и шахмат», которую готовит к записи и, собственно, записывает Дима Анисимов, будет заключаться в том, что я в своей рубрике буду разбирать только партии, сыгранные в последние 5-10 лет. Ну, разумеется, я буду подбирать такие партии, которые, не исключено, что через несколько десятков лет будут считаться такой же классикой, как те же партии Квабланке, Алехиной или, скажем так, к примеру, Фишера. Почему именно такой вот критерий последние 5-10 лет? Дело в том, что шахматы 21 века значительно отличаются от шахмат 20 века. В первую очередь они отличаются тем, что в 20 веке, особенно в первой половине 20 века, все идеи зачастую проходили в чистом виде. Это позволяло создавать, ну, безусловно, полотна, шедевра, то есть партии, которыми восхищаются даже многие годы спустя, однако, по сути, на высшем уровне создать что-то подобное сейчас невозможно. Однако у современных шахмат есть другие плюсы. Намного в среднем более качественная игра, то есть намного меньше грубых ошибок, намного качественнее и лучше поработан дебют. В общем, есть своя прелесть, ну и к тому же, на мой взгляд, полезнее для шахматного развития, особенно шахматистам, посильнее. То есть, начиная от уровня кандидата в мастера, будет смотреть именно партии, сыгранные последние лет 5-10. Ну и, пожалуй, начнем. Для первого видео я выбрал партию Камский Свидлер, Кубок Мира 2011 год. Почему именно эти шахматисты? Ну, в первую очередь, конечно же, из-за Петра Свидлера, который вот буквально сегодня, то есть в день записи, 1 октября, сыграл первую партию финала Кубка Мира, но уже не 2011-2015 года. И очень уверенно выиграл, в очень хорошем стиле, в типичном своем, очень динамичном. Ну и поэтому, я думаю, что вполне уместно начать именно с партии Петра. Хантамансийск, Кубок Мира, как я уже сказал, 2011 год, четвертьфинал. На тот момент Гата Камский был действующим победителем Кубка Мира. Ну, а Свидлер, как многие знают, в конце концов, прошел и Гату Камского в четвертьфинале. И в итоге прошел вплоть до финала, который благополучно выиграл и отобрался тогда в турнир претендент. Ну вот, Свидлер играет черными, e4, e5, но в первых ходах большого сюрприза, конечно, нет. Петр Свидлер, один из ведущих специалистов по открытым дебютам, в частности, по испанской партии. У них три конца в 6, но слон b5, Гата Камский не уклоняется от принципиальной дебютной дуэли. a6 на 4, конь f6. Кстати, что мне всегда нравилось в игре Петра Свидлера, то, что он никогда не стремится убежать в какой-нибудь берлинский энджпель и отстоять ничью с позиции слабости. То есть, испанская партия воевое исполнение, это самый, что ни на есть, боевой дебют. 2-0. Ну, и, конечно же, тут главный ход сон e7, после чего могут получиться Чегоринские системы, либо контратака Маршалла. Разумеется, в данном видео мы их разбирать не будем. Была сыграна b5, слон b3, слон c5. Так называемый архангельский вариант, который, возможно, более местно было бы называть вариантом Юртаева. Ну, конечно, сейчас надо сказать пару слов о тонкостях такого расположения слона c5. Очевидно, что черные все еще могли сыграть слон e7 и получить в дальнейшем сыграть d6 и перейти к позициям Чегоринского варианта. Однако слон c5 приводит к позициям совершенно другого характера. У слабого положения слона c5 есть как свои плюсы, так и свои минусы. Очевидный плюс в том, что чернопольный слон на поле церкви расположен намного активнее. То есть видно, что он находится на длинной боевой диагонали, как раз напротив белого короля. И, возможно, в будущем Чорнин смог за счет этого развить некоторую инициативу на королевском фланге. Однако и главный минус такого развития слона тоже вполне очевиден. Дело в том, что основной план белых во множестве испанских позиций заключается в том, чтобы провести c3 d4, захватить центр, захватить пространство и уже под прикрытие вот этого мощного печного центра рисовать инициативу. Либо на ферзьем фланге, либо даже на королевском. Однако, и почему, например, я считаю, что архангельский вариант это очень хорошее оружие для блица. Самый, казалось бы, напрашивающийся ход c3 за белых, он, нельзя сказать, что это не точность, но, на мой взгляд, есть ходы, которые ставят больше проблем. Дело в том, что после c3 d6, d4 слон b6, ну, типичная идея для архангельского варианта, то есть черные никогда не хотят, ну, по крайней мере, на ранних статях партий поменяться на d4. Потому что вся игра черных отличается в том, что вот этот вот форпост на поле e5 сохраняется. Под его прикрытием черный создаёт контр-рюм на королевском фланге. Ну вот, и теперь, если после слон b6 белые пытаются играть a4 и растормошить вот таким образом ферзьевый фланг черных, то ход ладья b8, который свёл бы крыру к основным вариантам, он не вынужден. В черных есть сильный, на мой взгляд, ход слона g4, который, по идее, должен легко уравнивать. Но ещё отмечу такой небольшой тактический нюанс, что если вместо девятого хода a4 белые бьют на e5, то не создаёт никаких проблем, потому что черные бьют конём. И вот в случае такого, казалось бы, выигрыша пешки, черный играет просто ладья f8, мин отход слона по e4. И лучше здесь может быть только у них. Поэтому катакамский, ну, разумеется, хотя это 2011 год, все эти тонкости уже были известны даже тогда, ну, даже, может быть, слишком громко сказано, потому что прошло всего лишь 4 года, и гата сыграл a4. Это главный теоретический ход. И, казалось бы, за черных самая естественная реакция на ход a4, это ход слон b7. То есть понятно, что белые создали угрозу ab, но ходом слона b7 черные защищаются от угрозы, потому что ладья на a8 теперь защищена, заодно развивает фигуру. Однако ход слона b7 неточность, и связано это в основном с тем, что в ответы слона b7 белые могут проявить гибкость и сыграть d3. Да, ход d3 приводит к тому, что слон черных на b7 оказывается ограничен. То есть белые отказываются от своей типичной идеи провести c3 d4, но в результате получается, что их легкие фигуры расположены лучше. То есть конь на c6 черных занимает несколько пассивную позицию, как ни странно, но это типичная ситуация для всех вариантов испанской партии. Но еще и слон на b7 опирается в железобетонную пешку на e4. А вот по слона белопольного слона белых на b3 такого не скажешь. И в результате получается так, что фигура белых расположена несколько более гармонично. Поэтому ответ на a4 уже достаточно давно останавливается, что более сильный ход ладья b8. Однако даже в этом случае вот это вот включение a4, ладья b8, ab, ab в пользу белых, помимо того, что они вскрыли линию а для ладьи, пока это не сказывается, но в будущем не исключено, что белые смогут вторгнуться по этой линии. Также в вариантах слабость черной пешки на b5 дает о себе знать. Ну вот, и после abab была сыграна c3, d6, d4. Та же самая идея, черный играет слон b6, держит пока пешку на e5. Однако вот это вот включение размена пешек a, оно в пользу белых, как я уже сказал. И самый основной и, пожалуй, самый опасный для черных ход в этой позиции, это ход коня a3, после чего защищать пешку на b5 неудобно, поэтому обычно черный просто играет 2-0. Ответ на коня b5, слон g4. И получается, это, на самом деле, только начало здесь глубоких анализов. Я не могу сказать, что я очень хорошо владею теорией данного варианта, но кого интересует, намного более подробная информация, советую обратиться к замечательному ролику авторства, как раз вот игравшего черными в данной партии шахматиста Петра Свитлера, который, к сожалению, ролики на английском языке, но Петр говорит очень, на очень чистом английском, очень понятном, и слушать его достаточно приятно и легко. И эти ролики есть на сайте ЧАС-24. Ну вот. А в партии Гатакамский занял хвост слон e3. На тот момент ход был очень редкий, и последнее время, спустя, то есть года 2-3 после этой партии, он снова стал набирать некоторую популярность. И дело в том, что они просто хотят гармонично закончить развитие, а слон e3, конь d2, после чего обе центральные пешки будут защищены. А общая специфика позиции в том, что если белые достаточно долгое время смогут удерживать пешечный центр, то есть не продвинут ни d5, после чего вскроется чернопольный слон черных, ну и не пойдут на какие-либо другие уступки, то они получат перевес. Но в партии Свитлер нашел отличную динамическую контр-игру. Пока 2-0. Конь d2. Ну, конь d2 ходит логично, но когда конь стоит на 2, прислоняя на e3, всегда надо следить за ответом конь g4. К сожалению, пока он черным не дает совершенно ничего, в белых есть темпы, в адскоп с он g5, после этого белые пойдут просто h3 и получат перевес. Поэтому Свитлер сыграл h6, теперь конь g4 реальная угроза, и поэтому неудивительный ответ белых h3. Ну и вот снова, то есть соперники обменялись такими полу-пасами, и черным надо принимать какое-то решение. Ну, впрочем, пока это решение, вообще решения в данной позиции не являются слишком сложными, ход ладей e8 напрашивается. Таким образом, черный создает косвенное давление на пешку e4. Однако, как и у большинства ходов в таких насыщенных сложных позициях, у вода есть и недостаток, теперь пешка на f7 защищена в вариантах недостаточно хорошо. Вот, и здесь Камский сделал ход fc2. У меня есть полное ощущение, что ход fc2 был подготовлен специально к этой партии. Навряд ли ход настолько же серьезный, насколько, например, ладей e1. И после fc2 мне не верится, что у белых есть перевес, может быть, даже наоборот. Но, как вот, идея на одну партию, почему бы и нет, на самом деле. То есть, когда чуход слабый, тоже нельзя. Ну, самое естественное, вместо fc2, конечно, ладей e1. После чего черные могут сыграть, например, слом b7. Создается давление на центр белых, на пешке d4, на пешку e4. Ну, и, на самом деле, достаточно неприятное давление. То есть, скорее всего, белым нужно снимать вот в этой позиции напряжение, путем d5. И после слом b3, ладей b3, но замечу, что не могут белые в промежутке играть dc, потому что черные применяют ответ на промежуток слом b2 и остаются с лишней пешкой. Поэтому d5 слон e3, ладей e3, кун e7. Ну, и, казалось бы, белопольный слон черных на b7 затуплен вот в этой пешечной цепи e4, d5. Однако, он легко переводится на поле c8. А вот про белого, белопольного слона, такое сказать нельзя. Не исключено, что в будущем черный слон c8, кун f4, возможно, g5 получат некоторую инициативу на королевском фланге. С другой стороны, у белых есть контр-игра, и контр-игра, в первую очередь, связана, вот как я отметил, с тем, что все-таки ферзевый фланг черных немного прослаблен. Ну, пожалуй, все равно ход ладей 1 за белых несколько более точный, чем fc2, потому что после fc2, пока это незаметно, но на самом деле ферзевый занимает недостаточно устойчивую позицию, и в будущем это будет сказываться. Другое дело, что есть, конечно, и очень-очень тонкая идея. Я думаю, что вполне возможно, что Гатта Крамски рассчитывал на то, что Свидлер угодит в эту небольшую ловушку. На fc2, если черный играет по аналогии с предыдущим вариантом слонбой 7, то это уже, ну, в общем-то ошибка. Потому что вот здесь белые могут сыграть d5. И хотя в общем и целом такое изменение структуры для белых не должно быть сильно выгодным, здесь есть свои нюансы. Дело в том, что ход слонбе3, это в данной позиции уже серьезная ошибка. Потому что вот этот слонбе3 белые, разумеется, не бьют слона, а бьют коня на c6. И это вот такой вот, на самом деле, двойной удар набор слонов. То есть после слона c6 fe белые просто лишние фигуры, поэтому надо играть слонбе3 d2. Но вот эта позиция после cb сильно в пользу белых. Ну, наверное, не будет большим привлечением сказать, что она выиграна, потому что у слона d2 нет нормального отхода. То есть на слон f4 последует g3, на слон g5 h4. И это как-нибудь трудно убедиться лишняя фигура у белых. Ну а если черный не попадается в эту ловушку и не бьют на e3, то есть играет конь e7, то после слонбе3 b6 cb, нельзя сказать, что в черных очень плохая позиция, но все-таки вот такое вот изменение структуры на ферзерфланке явно в пользу белых. То есть пешки b5 и b6 будет окучивать намного проще. Поэтому после ферзера c2 ход слон b7, несмотря на всю кажущейся естественность, является ошибкой. Но Свидлер разгадал этот замысел, взял на d4. В целом, такая вот разгрузка в центре не должна быть выгодна для черных, но тут есть конкретные мотивы, во многом связанные именно с положением ферзера c2. e d cd. И вот тут вот Петр сыграл конь a5, и мне кажется, что объективно этот ход можно признать небольшой неточностью. Дело в том, что черные добивались полноправной игры намного меньшими усилиями после простого хода слон b7. Дело в том, что вот теперь, как я уже много раз сказал, сказывается положение белого ферзера на c2. Черный гружает ходом конь b4, после чего зависнет на e4. И поэтому белых ничего лучше, чем разгрузить центр против d5. После этого ставят конь b4. То есть если ферзь отходит куда-либо, кроме поля c3, то черные бьют на e3 и портят белым структуру. Ну и даже после ферзи 3 слон e3, по сути у белых нет ничего лучше, чем фе, потому что на ферзь e3 следует тактический удар, он бьет d5 с лишней пешкой в выигранной позиции. Но на ферзь b4 черные просто убирают слона, и преимущество двух слонов, причем слоны очень сильные, что он цепляет еще на b7, явно здесь дает черным большой перевес. Поэтому белые не могут здесь уклоняться от вот такого не самого благоприятного изменения структуры после фе. Конь a6, конь идет на c5. То есть стратегически у черных уже очень хорошая позиция, но, конечно, есть свои нюансы. То есть варианты белые могут привести коня, возможно, на f5. f5 это очень сильная клетка для него. Объективно у черных не должно быть проблем. Точнее, вернее, будет сказать, что именно черный здесь борется за перевес. Но в практической партии может случиться всякое. Все-таки у черного короля в некоторой степени не достает защитников. То есть легкие фигуры черных расположены, особенно конь a6, слона b7, достаточно далеко от корольского фланга, где возможно в ближайшие несколько ходов развернутся боевые действия. Тем не менее у черных, с точки зрения шахматной, нести и навеснять никаких проблем. И Петру, возможно, стоило пойти на этот вариант. Ну а в партии был сыгран тоже очень интересный ход коня 5. То есть пока черный просто нападает за слона, понятное дело, что белые не могут допустить его размена. Белопольный слон самая важная фигура в позиции доснадыря от слона a2. Слон b7, ну и Свидлер оказывает прямое давление на пункт e4. Очевидно, что пешку на e4 защитить невозможно, и поэтому единственный разумный ход за белых это e5. Однако после конь d5 с позиционной точки зрения у черных очень все хорошо. То есть пешка на d4 очень удачно заблокирована, все фигуры легкие очень активны. Белые попадают в вариантах под различные тактические уколы вроде конь b4, условно b7 очень силен, и много хороших, выгодных для черных позиционных факторов тут. Однако на самом деле, а я должен вот сейчас сказать, что эту партию я смотрел в 2011 году вживую, причем без помощи движка. И это был один из первых турниров, где уже проводилась видеотрансляция с комментариями госмейстера Сергея Шипова. Ну и вот на видеокартинке тогда можно было заметить, что Свидлер крайне, скажем так, сокрушался после ответа Гады Камского. И у меня есть крайне серьезное подозрение, как бы странно это ни звучало, что Свидлер или вообще зевнул в следующий ход белых сломбой 1, или серьезно его недооценил. То есть сломбой 1, таким образом белые убирают слона из-под вилки, ну и что намного важнее, угрожает заезд ферзя на h7. Это серьезная угроза, и поэтому черным приходится играть g6, но как ни трудно убедиться, ход g6 связан с жертвой Терези в ком пешки. Однако у меня нет полной уверенности, конечно, что со стороны Свидлера это был зевок, потому что после сломбой h6 у черных неожиданно обнаруживается огромное количество очень интересных динамических ресурсов. Сначала конь c6, но этот ход как раз предсказать довольно легко, черные оказывают давление на слабую пешку d4. Если она падет, то вскроется с большой силой и слон на b7, и слон на b6. И вот тут вот на самом деле, как ни странно, единственный момент в партии, где белые действительно могли рассчитывать на небольшой перевес, пусть и в очень сложной позиции. После того, как Камский прошел мимо вот этой возможности, партия уже постепенно начала катиться под откос. Дело в том, что Ката сыграл е.д. Это неточность, и сильнее был ход кунь е4. Не очень просто сделать такой ход. Дело в том, что белые жертвуют самую важную, самую корневую пешку d4. Черные, разумеется, должны брать, иначе у них нет никакой компенсации. Взяли-взяли. Тут вот слон g5. Начинают проясняться мотивы установки коня на поле е4. Ферзь d7. Ед, cd. Ферзь d2. У черных есть выбор. То есть можно байс на g7, можно на b6. Сход слона b6 выглядит более активно. И в старых комментариях, которые как раз того же 2011 года, вот эта позиция оценивалась как равная, ну или как неясная, что в общем-то правда, позиция действительно неясная, очень сложная, и у черных и у белых очень активные фигуры. Короли обеих сторон не чувствуют себя в полной безопасности. Однако вот современные движки все-таки видят из-за белых возможность получить небольшой перевес путем, ну крайне, конечно, трудно находимого хоза на g4. Это двойная угроза. Как вы видите, ферзь f6. Ну, после чего создастся угроза конь f6, и вообще крайне неприятно такое нахождение ферзя рядом с собственным королем. А также менее заметная угроза слон g3. После чего пешка d6 будет под напряжением. У черных есть по сути только одна удовлетворительная защита, ладья e5. Теперь на ферзь f6 последует ладья h5, вилка с перевесом у черных, ну с выигрышем даже. Поэтому слон g3, белые исполняют вторую свою угрозу, ладья e6, конь g5. И вот кажется здесь уже, что белые серьезно, завладевают серьезной инициативой, однако у черных есть очень интересный ответ, конь e3. После чего, несмотря на то, что движок здесь пишет оценку, в районе плюс 4 десятых, плюс полпешки в пользу белых, очевидно, что людям было практически невозможно разобраться в том, что здесь происходит. Но очевидно, что брать коня нельзя, и за слон g3, 3 с вилкой. То есть белый король тоже под огнем, и в реальной партии могло случиться что угодно. Ну а Акамский сыграл вместо 20-го хода конь e4, сыграл е, ферзь d6, конь e4. Казалось бы, все то же самое, даже лучше, потому что белые 5 попали конем на активную клетку, плюс они еще не пожертвовали пешку. Тем не менее, черный играет ферзь b4, создают давление на пункт d4, то есть пешку на d4 держать уже невозможно. У меня такое ощущение, что Камский все еще думал, что у него здесь перерез, возможно большой перерез, потому что вот следующий ход белых выглядит очень заманчиво. 100 на 2. Ну и вот тут начинаются, начинаются именно те ходы, та серия ходов, ради которой я, собственно, показывал вам эту партию. Дело в том, что, ну по сути, как вы видите, слон на 2 занимает очень хорошую позицию, и король черных уже сейчас находится под огнем. Все это выглядит крайне неприятно, и, ну, как бы опасно это все не выглядело, а ход с конь d4 здесь практически вынужден. И кажется, что, на самом деле, вроде бы ничего страшного пока не случилось. Ну, то есть, на конь бе d4, черный сыграет просто ферзь bd4, прикроет поле f6, нападает на коня e4 сразу, то есть оба слона очень активны, и кажется, что у черных все хорошо, и может быть даже лучше. Однако, конечно, идея Каннска была связана с совершенно другим ходом. Белые нанесли мощный удар, который, ну, как он другого шматиста, а не с Фидлера, вполне мог бы тут смутить. А именно белые наносят такой вот удар, как конь f6. Шах. Ну, достаточно нестандартная идея. Простая, но нестандартная. Дело в том, что на, ну, оказалось очевидное контр-взятие коня, следует fg6. Ну, и это просто мат с следующим ходом. Видите, что нельзя брать ферзя из-за связки по диагонали a2g8. Ну вот, поэтому, хочешь не хочешь, ход h8 вынужден, но на самом деле ход h8 производит такое впечатление, что черные просчитались и просто уже пытаются минимизировать потери. Однако все далеко не так. На самом деле черные в этой позиции вне опасности, и именно у белых намного больше риска, тут где-то просчитаться и проиграть. И, собственно, Камский допускает сутерешающую ошибку уже следующим ходом. Дело в том, что здесь надо было играть конь d5. Скорее всего, Гатарула отказался от этого продолжения по той причине, что он видел ответ соперника, как он бьет f3. Ну, это я сильнейшая, то есть все перебои на c2 они приводят только к проблемам у черных, причем к проблемам серьезных. Серьезного, после как он бьет f3gf, черные бьют коня, слабит d5, а вот тут неожиданный горизонтальный перевод ферзя-ферз4. Ну, как я уже говорил во многих роликах, или мы с Кириллом говорили, то есть вот такие вот ходы ферзем, длинные ходы ферзем очень легко зевнуть. Однако, Гатарула Камский не зевнул, и с видерами мне когда-то видел. И, единственное, то, что белых пока личная фигура, вот эта вот двойная гоза ферз gt, ферзу 6, вынуждает именно белых здесь бороться за равенство. То есть еще можно дать шаг, но, неожиданно слон d4, и у белых нет ничего лучше, чем ходом ферзь c7, прикрыть поле g3, и отдать слона. Ну, и эта позиция, скорее всего, позиция динамического равновесия, или, может быть, просто даже фоксирована ничья. Дело в том, что белые могут уже забрать вторую пешку, вторую лишнюю пешку на f7, однако, следует ферзь g5, король h1, слон e5, ну, и тут видно, что за счет того, что на доске разноцвета разноцвет усиливает атакующие возможности. У белых очень плохой король, черный здесь, нет никаких проблем, объективно им играть даже проще, ну, а компьютерная оценка здесь нули. Я не стал подробно анализировать эту позицию, но думаю, что если оставить ее с движком на достаточно долгое время, или потом еще подвигать руками, то очевидно, что все сведется к какому-то вечному шаху. Ну вот, тем не менее, ход комбит d5 вот в этой ключевой позиции был необходим, а Гатта сыграл комбит d4, последовало комбит d6, ну и еще одна причина, по которой Камский отказался на предыдущем ходу от взятия другого коня, скорее всего, заключалась в том, что здесь он видел ход в конце шесть. После чего окажется, что большой крес именно у белых. Ну, начнем с того, что это вилка на ферзя и на ладью. Как я уже сказал, я эту партию спотраял вживую, без помощи компьютерных программ. Я тоже оценил позицию в пользу белых, то есть никакого другого хода, кроме как сам битс6 ни в голову не приходило. Ну, после ферзь бц6 у белых уже создали матовую розу, у них два очень сильных слона, а прямой контрагирую черных нет. То есть черные могут попытаться каким-то образом отдать качество, то есть сыграть ферзь d6 или ферзь h4, но это явно недостаточно, если только не видеть ту идею, которую, собственно, Петр Свитлер провел в этой партии. Ну, идея просто блестящая, на самом деле в 21 веке комбинации по похожей геометрии, похожей сложности, поэтому я не видел. Свитлер, на самом деле, после достаточно непродолжительного раздумья сыграл ферзь h4. То есть кажется, что таким образом черный просто на комбит b8 хотят взять на h6 и получить после комбит c6 некоторую компенсацию за потерянное качество. Хотя, на самом деле, должен сказать, что этой компенсации недостаточно. На самом же деле, у черных в этой позиции есть очень мощный тактический удар. И желающим попробовать разрабатываться в этой позиции самостоятельно, я предлагаю поставить видео на паузу. Ну, а мы продолжаем. Возможно, если вы действительно пытались разрабатываться в этой позиции, вы видели ход ферзь g3. Очень красивый ход, используя диагональную связку, создавая грузомата в один ход. Однако, если вы уделили этой позиции достаточное количество времени, скорее всего, вы видели, что белые могут снять концы f6, после чего диагональ слона b7 перекрывается, у черных нет конкретных угроз, ну и это означает то, что, скорее всего, они просто остаются без ладьи. На самом деле, даже в этой позиции есть свои нюансы, но я не буду в них вникать, по той причине, что вместо хода ферзь g3 в черных есть, ну, очень впечатляющий, конечно, удар, именно ладья е2. То есть, если честно, когда я смотрел вот эту, увидел эту позицию в первый раз, я подумал, что, возможно, какая-то не то ошибка трансляции, не то какое-то массовое помешательство, ну, конечно, ощущение продолжалось недолго, но именно вот такие вот жертвы фигур, то есть, без взятия, просто ходы на пустую клетку, под бой, они производят наибольшее впечатление. И может, этот ход еще выглядит так, что абсолютно непонятно, что именно изменится в позиции, после того, как белые заберут ладью, ну, первые несколько секунд. Дело в том, что, конечно, на ход ферзь b3-2, черные уже играют ферзь g3, нападая на мат на g2, и, как ни странно, белых нет никакой защиты, то есть, они могут дать несколько предсмертных шахов, а потом все равно последует мат на g2. Но очевидно, что по сравнению с предыдущим вариантом, если белые играют кольц c6, то черные просто забирают коня, ответ на взятие ферзи e2, бельц c6 по кодексу нет, и поэтому белые вынуждены сдаться. Поэтому, на самом деле, ход ладья e2, по сути, заканчивает партию, белых нет ни одной удовлетворительной защиты, то есть, ни одного хорошего отступления для ферзя. Камский здесь подумал минут 10, ничего не нашел, сыграл ферзи c3, ну, наверное, потому что сразу после ходу ладья e2 сдаваться не хочется, последовал ладья f2, ну, очень живописная позиция, я, наверное, даже нарисую стрелочки, посмотрите, какие мощные черные фигуры, то есть, ну, совершенно очевидно, что такую позицию держать невозможно. на взятие ладьи последует просто мат в два хода, поэтому Камский попытался отчаянно перекрыть хотя бы одну диагональ, сыграл конец f6, ну, и тут простой ладья f1, двойной шаг, если взять король f1, то последует мат в один ход, поэтому гата сдался в этой позиции, ну, а на ход король h2 самое простое просто взять ладью, черных уже лишняя ладья при непрекращающейся атаке, кажущаяся вот эта вот опасная связка коня f6 с королем h8 от фразиона c3, она не приносит белым абсолютно никакой пользы, у них просто не хватает ладьи, плюс черные самое облигающее время дадут мат. Ну, на мой взгляд, это очень красивая партия, одна из жемчужин шарфа 21 века вообще. Ну, и к тому же Петр Свидлер, скажем так, герой последних дней, герой Кубка Мира 2015, я посчитал уместным начать вот эту рубрику именно с его партии. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось, что можно улучшить, стоит ли вообще продолжать эту рубрику, даже если вы напишите, что не стоит, я в любом случае буду благодарен за комментарии, ну, а пока всем спасибо за внимание, с вами был Никита Петров. Субтитры сделал DimaTorzok